Ну что, всем привет! Это Даша Кузнецова и мой блог, влог, или я не знаю, как это сейчас модно называется. Но попробуем, что из этого выйдет. Мне интересно, и я думаю, что вам, в принципе, тоже должно быть интересно. Ну, я вся такая миленькая маленькая девочка, делаю татухи и всё такое, и слушать меня, наверное, будет интересно. Ну, или у меня просто завышенный самоцентр. Ну, начнём с того, что, наверное, я бы хотела рассказать вообще, как всё началось, каким образом я достигла того, что вот есть сейчас у меня на данный момент. Ну, в общем-то, всё началось с того, что мой папа встретил мою маму, и там всё закрутилось-завертелось, и, собственно, опа, и появилась я. Появиться я должна была мальчиком, и назвать меня должны были Савелием, вот. Но я устроила родителям такой вот поворот и развилась девочкой. Вся моя семья, практически вся, они творческие люди. Каждый рисует, каждый чем-то занимается, кто-то шьёт, кто-то печёт, кто-то вообще необычными вещами занимаются. С детства меня бросало в разные сферы, то есть от танцев до готовки, также до рисования и всего прочего. Но всё-таки большую свою часть времени я отдавала именно рисунку. Собственно, именно поэт... Кстати, собственно, это мое слово-паразит, будете его часто слышать. Я забыла, что я хотела сказать. Поэтому меня мои родители отдали моему замечательному дедушке, который меня и учил рисовать в студии у себя. В принципе, это, собственно... Опа, собственно, заметили? Можно счётчик ввести. Па-а-а, у сферы-казал появится на экране, как-то типа модно везде. У бабушки я училась живописи, акварели и масло и всё прочее. А у дедушки именно классический академический рисунок графика. Самое главное то, что я училась рисовать. Это первая ступень копировки. То есть, если ты не умеешь рисовать, я думаю, что быть копировальным аппаратом чужих эскизов – это не лучший выбор для профессии. Я думаю, что всё-таки это творчество главное, правильно же? Сейчас, я забыла, о чём я говорила. Как я пришла к копировке? Ездя, ездя, езжая, езжая, в общем, отдыхая на море, я смотрела на прекрасных дядечек, которые гуляли по пляжу, которые были на плечах, на спине, на ногах и везде, где только можно, разные татуировки. В то время это были в основном скорее, как я помню, это были какие-то ужасные, жуткие тройбаки, но, тем не менее, меня уже это привлекало, и я уже смотрела на это, как «Ого, как это здорово!» Это своим родителям, естественно, заикалось, то, что я бы хотела себе тоже татуировки, на что я получала хорошенькие, хорошенькие, хорошенькие такие подзатыльники, которые сопутствовались фразами «Да ты что, с ума сошла? Ты же не из тюрьмы вышла?» и всё такое прочее. Как я начала ознакомиться с татуировками? Я поехала со своей подружкой, которая сделала свою первую татуировку на сеанс, чтобы посмотреть, как это что. Я допрашивала татуировщика, что он делает, как он делает, почему он делает. И тут опять-таки совет. Не стоит этого делать, потому что татуировщики очень злятся от таких вопросов. Сейчас уже я это прекрасно понимаю, исходя из жизненного опыта. После этого я решила съездить на сеанс татуировки для себя. И сделала свою первую татуировку. В этот момент я тоже смотрела, как и что происходит, что он вообще делает, каким образом он это делает. Мне это достаточно понравилось, мне было безумно интересно, именно вот когда я сидела и смотрела на это всё. И я решила поехать на первую тату-конвенцию, где познакомилась с большим количеством татуировщиков. Я не стеснялась к ним подходить и расспрашивать их, где они учились, как они учились, можно ли обучиться мне, что и когда, почему. Тату-конвенции для этого и созданы. Получила дозу своей информации, познакомилась с некоторыми людьми, некоторыми татуировщиками, которые, в принципе, меня впоследствии обучали. Самым главным для меня учителем, наверное, стал всё-таки Лёша Глобус и Никита с Ромой. Это три человека, которые работали в салоне TatooFire. Я проучилась и проработала впоследствии у них долгое время. Параллельно я ещё ездила к другим татуировщикам, спрашивала у них советы, смотрела, как они работают, штудировала огромное количество сайтов российских, заграничных, смотрела... Самое главное, смотрите заграничных мастеров. Я понимаю, что в нашей стране всё-таки татуировка не достигла такого уровня, как, допустим, в Америке, либо, не знаю, в той же самой Австралии. Смотрите заграничных мастеров, это действительно очень полезно. Почему всё началось именно с той фотографии, которую я выложила в свою группу? Почему именно с неё? И вообще, что для меня поменялось? Для меня поменялось очень многое именно в тот период, в тот месяц моей жизни. Это Московская конвенция татуировки. Там я познакомилась с замечательными ребятами из Забитых. Я поняла, что нужно что-то начинать своё, нужно двигаться куда-то дальше, расти, иначе я просто начну деградировать в какой-то этап, в какой-то период жизни. Я начала думать, что же мне всё-таки больше всего нравится в татуировке, какая стилистика, что, что. Начались поиски, начались терзания. И тут я поняла, что зачем как-то мучиться и выдавливать из себя что-то, и вот не пойми что, когда передо мной открытая книга, которая говорит мне то, что я люблю комиксы, я люблю мультики. Вот то, что я и хочу делать, ведь я постоянно смотрю мультики диснеевские, да, я взрослая девочка, я знаю это, но я люблю диснеевские мультики. Решила то, что я хочу разбавлять свои эскизы мультиками и комиксами, и в принципе понеслась, я начала рисовать свои эскизы, причём рисовала я без особых усилий и раздумий, что же мне сделать, какой же элемент мне добавить. Нет, такого не было. У меня рука сама шла, и как-то само собой всё получилось. Я поехала на питерскую конвенцию, где начала ещё больше общаться с ребятами из-за битых, и решила, что пора попробовать что-то поменять, и подала им свою анкету в качестве этого мастера. А все мастера посмотрели мои работы, и, как я поняла, ну, согласились на то, чтобы я работала вместе с ними, и буквально через неделю я уже переехала в Питер. Это безумно здорово, это очень круто, так спонтанно идти во что-то новое, в то, что ты веришь, в то, что ты знаешь, что получится. Встайте, и самое главное, прикладывайте усилия к своим мечтам, потому что без подкрепления их ничего не получится, они так и останутся мечтами. А если вы будете упорно двигаться к своей цели, у вас всё получится. Вы свернёте горы, перейдёте моря, и в огонь зайдёте, и в воду, и в трубы, и всё остальное прочее. Ну, вы меня поняли. Для первого выпуска вполне достаточной информации. Я вам вгрузила в голову. Я сама не поняла половину того, что я говорила, но это моя жизнь. Вот так и произошло всё. Я надеюсь, что это будет интересно, что мы будем продолжать, и моё вот такое вот маленькое творчество найдёт отклик в ваших сердцах. Это так ванильно звучало. Просто ужас. Но вот так вот я думаю. До новых встреч. Всем пока.